Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военно-операцию на Украине. В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники. Точечными ударами ВКС России по местам дислокации и националистического формирования «Правый сектор» в городе Артемовск, Донецкой Народной Республики, уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. В результате удара по пунктам временной дислокации 45-й артиллерийской бригады Вооруженной силы Украины в районе населенного пункта Щербаке Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих. В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожены до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники, 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженной силы Украины. Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицера в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования Украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи Вооруженным силам Украины очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта Украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены. Пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десанто-штурмовой и 1-й танковый бригад Вооруженной силы Украины в районах Просковеевка ДНР и Просяная Днепропетровская область. Пусковая установка зенита ракетного комплекса «Бук-М-1» в районе населенного пункта «Соль» ДНР, а также живая сила и военная техника в 43-х районах. В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода «Гаубиц-Гиацин-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84-х районах. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211 районах. Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 в воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 в воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашова Николаевской области, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаная, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Харциск, Коровий Яр, Ханженково ДНР, Андреевка Харьковской области, Тамарина Херсонской области перехвашены девять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 253 самолета, 137 вертолета, 1543 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единицы специальной военной автомобильной техники.